Насчет России, которую мы тоже достаточно много упоминали, ну, кажется, она как-то, ну, смогла, ну, не знаю, принять эту ситуацию и воюет все-таки профессионально, чем в начале. Это нет такой все-таки, ну, не пугающий момент, что она умеет сейчас воевать лучше, чем как-то. Она умеет воевать лучше, она сделала выводы из провала первых дней, из провала, когда пришлось убегать из Харьковской области, например. Выводы сделаны безусловно, но, значит, давайте две стороны медали, я за справедливость. Конечно, это страна со 140-миллионным населением, конечно, это страна с промышленным потенциалом, конечно, это страна с тоталитарным управлением, при котором вот должно быть все как надо. С одной стороны. С другой стороны, ситуация у русских очень плохая, и я ее обрисую. Я же много читаю русские паблики и анализирую все. Смотрите, это глубоко нетехнологичная страна. То есть оружие, которое производит Россия, это советское оружие, может, чуть-чуть усовершенствованное. Ничего нового нет. Это страна, которая не в состоянии произвести не то, что телефоны с компьютерами или автомобили. Это страна, не производящая гвозди и иголок. А если производит что-то, ну ткани, например, то это все западные станки, западное оборудование. Они не могут ничего. Это абсолютно импотентная, нетехнологичная страна. Это первое. Второе. Проблемы с набором в армию, они существуют. Не набирали бы они так зэков, за которыми стоят заградотряды, не набирали бы они так непальцев, сомалийцев, кого угодно. Есть проблема. То есть, ну, 400 тысяч убито уже, вы меня извините. Это же серьезные цифры. И это все влияет на экономику тоже. Ну, хорошо, вы сейчас будете призывать людей, а экономика, у них и так с экономикой проблема. Кроме того, кажущееся, вот то, что они, значит, пользовались преференциями в Турции, в Эмиратах, еще где-то. Ну, турки сейчас отказываются иметь с ними дело повсеместно. Сегодня сообщения Банки Эмиратов отказываются иметь дело с русскими банками и с отдельными лицами. То есть, потому что вводятся тройные санкции, когда американцы говорят, кто будет иметь дело с этими чучелами, те будут иметь дело с нами. Это же просто. Поэтому люди сидят в банках в Эмиратах и думают, так, я от русских выиграю 100 кота, но я при этом потеряю от американцев 100 кота. Что мне делать? Ну, конечно, это люди бизнеса, они выбирают так, каким лучше. Поэтому, кроме того, ну вот эта нетехнологичность, она играет плохую роль в России, потому что, я еще раз говорю, скоро начнут падать гражданские самолеты в России, гражданские. Потому что нет деталей, нет запчастей, приходят из третьих стран, техобслуживание делают непрофильные специалисты Боинга и Эрбаса. Ну, через пень-колоду, так в России принято, но у них количество нештатных уже технологических ситуаций возрастает геометрически. Иногда в день по две бывает, когда в самолетах гражданских отказывают двигатели, не могут там шасси закрыть, закрылки и так далее. То есть, есть проблемы. Проблемы и в экономике. Они говорят, у нас рост экономики. Конечно, у вас в три смены работают военные заводы. Но это же не та экономика. Это ВПК разогрет. А та экономика где? Я считаю, мое мнение, что, конечно, наверное, Россия за счет своего потенциала накопленного, за счет денег, которые она имеет, но она и много тратит, может два-три года, наверное, продержаться. Но если Запад будет себя вести решительнее, может в этом году решить все вопросы. Вопросы, повторяю, решаются просто. Дайте Украине все вооружение, которое Украина просит. Нам не нужны солдаты. Нам нужны снаряды, самолеты F-16 и дальнобойные ракеты. Три позиции. Смерть Навального, что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что этот тоталитарный режим, эта зачистка всего поля, конечно, его убили. Даже если его не убили специально под ядом или ударами или электричеством в душе, я знаю, даже если его не убили специально, его все равно убили, потому что невинного человека посадили в тюрьму в страшные условия и просто довели до смерти, потому что это минус 20-30 температура, карцеры постоянные, ШИЗО и так далее. То есть, конечно, а что для них убить кого-то? Какие проблемы? Они всю жизнь этим занимались, занимался этим всю жизнь Советский Союз, убивал своих врагов. И Россия приняла эстафету Политковская, пожалуйста, Старовойтова, Немцов бедный, Навальный, Литвиненко. Да, это можно перечислять долго. Они работают, занимаются этим профессионально. Поэтому, ну, конечно, Навальный, это был последний такой оплот. Все остальные сидят и рангом поменьше или выдавлены за границу и находятся там. Ну что, Путин занимается тем, чем он занимается. Вы ни разу брали интервью у господина Соловея, который утверждает, что Путин вообще мертв. Вы саму зачем это делаете? Вы сам в это верите? Я сам в это не верю, о чем говорю Соловью в интервью прямо. Что я в это не верю. Вот если вы спрашиваете меня, в смерть Путина не верю, в двойников Путина не верю. Считаю, что это он всегда находится на съемках, там, где его снимают и там, где он говорит что-то. Значит, профессор Соловей, безусловно, на мой взгляд, но я его спросил, неоднократно спрашивал. Вы говорите такие вещи, вас никто не посадил, не застрелил, ничего с вами не происходит. Вы живете в Москве, все нормально. Он говорит, я нахожусь под защитой могущественной организации. Я думаю, что это могущественная организация Федеральной службы безопасности России. Наверное, ей понадобился для чего-то этот слух, что Путин мертв. Мое мнение, значит, когда у меня миллионы людей смотрят интервью с профессором Соловьем, миллионы россиян в том числе, и думают, что Путин мертв, это рождает их соответствующее отношение к власти и недоверие к власти. Выгодно это Украине? Да. Поэтому там, где выгодно Украине, там мы работаем. Хочу спросить насчет коррупции, и также в Украине. Мы тоже это иногда здесь слышим. В Латвии есть одна из причин, почему и в Западе есть такая колыбания, больше давать оружие Украине. Почему это все еще проблема даже во время войны в Украине, по-вашему? Я никогда не мог предположить, я иногда кажусь себе идиотом. Вот сейчас я снова признаюсь в том, что я оказался себе идиотом. Я никогда не мог предположить, что даже самые разнузданные негодяи, находящиеся на своих постах, связанных с покупкой вооружений, с поставкой вооружений и так далее, что они во время войны смогут набивать свои карманы и не думать о стране и о погибающих ребятах. Я честно, я никогда не мог этого предположить. Но это факт. У нас в Украине до сих пор есть обширная российская агентура. Во-первых, ее искореняют, ловят постоянно, привлекают к ответственности. Но их столько. Я хочу латышам сказать и у вас очень много. Это первое. Второе. У нас существует коррупция до сих пор, в том числе в военной сфере. Я об этом говорил неоднократно. Я повторю. Слушайте, первые дни войны Министерство обороны перечисляет полтора миллиарда долларов. Нет, или миллиарды, или полтора, не хочу врать. Ну, миллиарды гривен несуществующим фирмам на несуществующее вооружение. В результате чего нет ни вооружения, ни этого миллиарда или полутора долларов, ни фирм. Ничего нет. То есть, как я думаю, они в первые дни войны поняли, что сопротивление бесполезно, русские победят, поэтому хоть бабки выведем за границу. То же самое происходит, к сожалению, все это время. Значит, люди, которые призваны проплачивать вооружение, еду для армии, питание и так далее, они занимаются, многие из них занимаются жуткой коррупцией. Хорошо, что у нас есть органы, которые во время войны себя прекрасно зарекомендовали. Это и НАБУ, и СБУ, которые ловят этих людей. Но у нас несколько замом министров сидят. И министров обороны. И эти факты придаются огласке. И мы о них знаем, и о них знают на Западе. Это ужасное, постыдное явление. Ужасное и постыдное. Мне от этого физически плохо. Вот что я могу сказать. Но вы думаете, что все-таки это побеждаемая проблема в Украине? Потому что иногда в России кажется, что там вообще никогда ничего не поменяется в этом смысле. Я думаю, что это побеждаемая проблема по мере приближения к ЕС и НАТО. Когда украинское законодательство будет соответствовать законодательству ЕС и НАТО, конечно, это можно все победить. Окончательно победить нельзя, потому что коррупция есть и в ЕС, уверен. И в Соединенных Штатах есть коррупция. Она не имеет таких уродливых форм. Она где-то как-то может на самом верху. Нет же такого. Ну, в США такого нет и в Великобритании такого нет. Ну, это стыдно. У нас пока такое есть. К сожалению. Ну, что ж, бывшая республика Советского Союза, начиненная русскими агентами, победить это сразу тяжело. Вы в своей работе, в принципе, перешли на украинский язык. Вы уже, если когда-то я вас больше слушал на русском, тогда сейчас уже на украинском. Ну, так чисто просто вопрос, зачем? Ну, ваше это объясню. Это не так. Это не так. Я... У меня принцип такой. Я с детства говорю по-русски. Русский мой язык. Украинский мой второй язык. Я прекрасно говорю по-украински. Читаю много по-украински. В детстве побеждал даже в школе в Олимпиадах. В городе, в Киеве по украинской литературе. Я говорю по-русски с теми, кто понимает русский. Я говорю по-украински с теми, кто хочет говорить по-украински. Я не испытываю никаких комплексов по этому поводу. И если у меня интервью с украиноязычным собеседником, я с удовольствием с ним говорю по-украински. Но я понимаю при этом, что таджики, казахи, латыши, эстонцы не поймут этот разговор. Поэтому лучше говорить по-русски в данном случае, чтобы меня больше поняли и собеседника больше поняли в мире. Для меня русский язык – это не язык, приватизированный Путиным. Это не язык русского фашизма. И немецкий язык – это не язык, приватизированный Гитлером. И не язык немецкого фашизма. Это великие языки, это великие культуры, что немецкая, что русская. Очень жаль только, что великая русская культура не смогла очеловечить подавляющее большинство фашистского русского народа. Вот это очень жаль. Дальше. Что такое язык для меня и для миллионов людей? У него две функции. Это язык – это средство общения и средство получения информации. Русский язык дает мне возможность больше общаться с людьми. Если бы я говорил по-украински, вы по-латышски, мы бы друг друга не поняли. И русский язык – это средство получения информации. Украинский язык не может дать столько информации, сколько дает русский язык. Но, опять-таки, я против политизировать языки. Я против этого. Я за то, чтобы в Украине был единственный государственный язык украинский. Я за то, чтобы все знали украинский язык. И за то, чтобы все государственные функции были по-украински. Это самоидентификация. Но в быту я хочу говорить по-русски, потому что это язык, с которым я говорю с раннего детства. Мой город, любимый Киев, в годы моего детства был на 90-95% русскоязычным городом. Это правда, и не надо говорить, что такого не было. Так было. И сегодня, я вам больше скажу, в момент фашистской русской агрессии и так далее, то, что в Киеве 50% говорит по-русски – это 100%, а может и 60% и 70%. Здесь не будем преувеличивать значение разговора и общения на том или ином языке. Когда была первая годовщина, год тому назад, у нас здесь в эфире был господин Арестович. Я смотрел, что вы сначала были к нему скептические, потом вы там извинялись даже в прямом эфире. Нет, нет, не извинялся. Нет, не извинялся. Поправьте. Не извинялся. Я сказал, что когда был к нему плохо настроен, не скептически, а плохо, я ошибся. Это не извинение, это признание ошибки, это разные вещи. Окей. Да, я ошибся и теперь я к нему отношусь хорошо. Сказал я летом 2022 года. Значит, я вам хочу сказать, что Алексей Арестович сыграл огромную роль, положительную роль в этой войне, потому что когда миллионы украинцев были на грани истерики, некоторые на грани суицида, на грани безумия, Арестович своим спокойным, размеренным голосом и заявлениями о том, что еще две-три недели и будет победа, он людям давал возможность расправить плечи. Это была психотерапия высшего порядка. Я хорошо разбираюсь в психотерапии. Это была психотерапия высшего порядка. Он сыграл выдающуюся роль в том, чтобы успокоить людей, находящихся в состоянии крайнего стресса. Это его историческая заслуга. Я всегда отдаю людям должное и говорю ему спасибо за то, что он это сделал. Сейчас многие его заявления мне непонятны и вызывают у меня недоумение. Ну, не знаю, может он что-то знает, чего не знаю я. Так вы к этому относитесь, да? У нас осталось где-то 3-4 минуты только. Но вот сейчас смотря вперед, ну, как вы думаете, ну, что у нас ожидает все-таки так реалистично? Ну, как вы думаете, как это все будет развиваться дальше? Я оптимист. Я верю в победу добра. Я верю в победу света. Я твердо знаю, что зло не может победить добро, но в долгосрочной перспективе точно. Но мне хочется, чтобы это было краткосрочное, чтобы добро победило. Я знаю, что прошлое никогда не может победить будущее. Никогда. Это исключено. Путинская страшная фашистская Россия – это прошлое. Это отбитый Советский Союз с его репрессивным аппаратом, с его тупостью, антигуманизмом, античеловеческими проявлениями. Это отвратительная страна была, в которой я жил до, извините меня, 23 лет. 24. Но я презираю эту страну. Презираю за то, что за геноцид, который она осуществляла против своих граждан в первую очередь. Поэтому эта отрыжка совка России, она в таком виде не может просуществовать долго. Но мне хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы западная цивилизация поняла, что если она не поможет свету победить тьму, она сама рискует погрузиться в тьму. Вследствие того, что опьяненные успехом русские могут попереть в Европу. Я не сомневаюсь, что если, не дай бог, случу три раза по дереву, Украина проиграет, вы увидите русские танки у себя. Но вы вообще допускаете такой мысли? Я? Конечно, запросто. А вы допускали мысль, что они попрут вот так в Украину всей своей мощью? А что им мешает пойти в Ладу? Нет, я думаю, вы допускаете мысль, что Украина может не победить. Ну, если США и Европа прекратят помогать Украине финансово и вооружением, ну, где Украина возьмет финансы, где Украина возьмет вооружение? Тогда что? Тогда все. Ну, я реалист, я говорю как есть. Я же не лозунгами говорю и не своими влажными мечтами апеллирую. Я говорю о том, как есть. Если мне не давать еду там 10 суток, я умру без еды и без воды. А западная помощь сейчас для Украины – это вода и еда.